А возле Нацбанка в столице продолжается лимитированная, бессрочная акция за життя от Нардепа Робиновича. Как формируют состав участников этого перформанса, кто инвестирует, кто получает дивиденды, чей это блокпост и почему его воспринимают не иначе, как маппет-шоу. Подробности в материале. Это и есть начало сегодняшнего бессрочного митинга в правительственном квартале столицы. К Нацбанку пригоняют три колонны людей, в каждые примерно по 150 человек. Большинство из них пенсионеры, подростки или вообще без определенного места жительства. Суть до дела им непонятны. Куда вы идете? Я прямо иду. Ну, такой большой колонной, наверное, куда-то направляетесь? Ну, мы здесь. За что стоите, расскажете? Я ничего не знаю. Поддерживает людей партия за життя? Я не понимаю. Организатор и лидер всех этих людей Нардеп Робинович уверяет. Стоят обманутые вкладчики лопнувших банков. В сегодняшней акции приняли участие не более 400 человек. Робинович хочет кого-то убедить, что в акции тут 7 тысяч народа. И стоят они бессрочно. Нам удалось узнать, как устроена эта бессрочная система. Люди в оранжевых жилетах оцепили улицу с одной и с другой стороны. Их задача не выпускать бессрочников за периметр. И всех, как они говорят, с очков силой отправляют в сторону сцены. Там лидеры толкают пламенные речи исключительно для своих камер. Потом из всего этого монтируют видеоролики. Мы не снимаем вас, не бойтесь. Да я не боюсь, солнце. В РОВД хватит моих фотографий. Серьезно, вы охрана или как-то контролируете? Охрана порядка. Чтобы тут не было драку, человеку плохо, мы вызвали еще скоро его. Это не самаритянин, а так называемый бригадный. Он совместно с оранжевыми жилетами следит за тем, чтобы никто не улизнул за периметр. И потом, в конце этой бессрочной акции, не всплыл за тем, зачем он, собственно, и пришел. Вы участник митинга? Да, я обедаю. Скажите, а где деньги дают? Ну, если вы записаны. Да. А у кого вы стоите? Записаны. А у Александра? А? У Александра. Вот вы как раз к нему идите и там стоите, покуда кончится это все, так сказать, выступление, участие. А потом по окончании, да-да-да? Да-да. И действительно, ровно в час дня бессрочку против Гонтаревой закончили. Люди тут же разбрелись по группам. Чтобы расплатиться с участниками, бригадиры пересчитали подопечных и неспешно отправились в сторону ближайшей станции метро. После чего в руках у каждого добровольца почему-то оказалось по 300 гривен. Направо, Вася, направо. Вот. Сюда свободно. Сюда. Нехитрая математика показывает, что три часа бессрочной акции оценили по 100 гривен за час. Мы узнали, час такого стояния в Киеве стоит минимум 200 гривен. В чей карман уходит половина суммы, догадаться несложно. Несложно догадаться, куда уходит основная сумма денег, если из провозглашенных 7 тысяч людей стоят только 400. Деньги наверняка не из кармана Рабиновича. Хотя бы потому, что в декларации о доходах такие расходы не помещаются. Сколько и чьи деньги на так называемые бессрочные дни – это не главное. На самом деле, этот блокпост Рабиновича против НБУ и его руководителей в первую очередь выгоден власти. Никто из украинского политикума не хочет стоять за такое життя этого нардепа. Очень уж хорошо его знают, власть тоже знает и как может помогает. И всхлипывает, видя разницу в деньгах между 7 тысяч и 400. Никто из экспертов или журналистов не согласился прокомментировать то, что происходит под НБУ. Брезгуют. И в соцсетях. Сегодня мне два раза хотелось эмигрировать. Первый раз, когда я шел через митинг Рабиновича под Нацбанком. Мені вистачило натовпу під НБУ. Мадюкалися всі, хто прервався через це уповільнене мапит-шоу.